Всем привет дорогие друзья и сегодня мы продолжаем играть в футбольный менеджер 2023 за Армена Кузамбаровича, обычного казахского работягу, который решил пойти в футбол. Мы провели стримы, где начали эту карьеру и даже уже успели сыграть один матч за молодежную сборную Нигерии. Как вы поняли, это именно первый клуб, который нас взял. Итак, к сожалению в матче у нас выбыл один игрок. Сейчас посмотрим, насколько у него сильная травма, но не особо сильная, поэтому все в порядке, будет продолжать играть молодой игрок, 20-летний с хорошими статами. Итак, нажимаем далее и ждем, что будет дальше. Итак, сбор окончен. Игроки команды молодежки Нигерии покидают расположение сборной в приподнятом настроении. И что я могу сказать, это вообще прекрасно. К сожалению, большая часть не записалась. Но за это время я принял сложное решение, чтобы уйти из сборной, потому что клубы, когда видели, что я работаю со сборной, не особо хотели сотрудничать со мной. Поэтому я ушел со сборной, поэтому я ушел со сборной и у меня уже есть два варианта для работы. Это Минайф и еще один клуб с болгарской премьер лиги. Мы с ними уже провели две встречи и ждем, что они нам ответят, собственно говоря. Так, и вот нам ответил Минайф. Давайте посмотрим, что у нас тут. Главный физиотерапевт есть, главный скаут есть, менеджер есть на самом деле. Тринанский штаб нужно будет увеличить и нужны будут скауты. Подтверждаем, в принципе, и ждем ответа от них. И вот, наконец-то, аж 11 ноября нам предлагают работу в клубе. Давайте начнем переговоры с клубом Минайф. Я предлагаю пока что на 8 месяцев до конца сезона. Потом посмотрим, как у нас будет развиваться ситуация. Если что, сможем подписать контракт на более длительное время. Оформляем сделку. И вот, наконец-то, мы начинаем нашу работу в клубах, а не в сборной. Хотя опыт в сборной был тоже крайне интересен, на самом деле. Но клуб и есть клуб. Нажимаем Далее. Смотрим, какая у нас тут есть стартовая 11-ка. В принципе, кстати, меня устраивает вполне их расстановка. Наверное, будем даже такую и использовать. Нажимаем Далее. Все понятно, все. Организовать, да? Каждый месяц. Встреча со штабом. Думаю, чаще нет смысла. Подтверждаем. Наконец-то. Давайте сразу познакомимся с составом. Посмотрим, какие у нас есть игроки. Итак, первый браталь наш. Ему 36 лет. И по статам у нее все достаточно неплохо. Реакция 14. Игра руками М13. Игра в штрафной М11. Взаимодействие. На самом деле, крайне неплохой вратарь. Но посмотрим, что у нас будет еще. Центральный защитник. ОПЕКО. 13 от сбора 13. Решительный. Что немаловажно. Скоростной достаточно, кстати. Высота прыжка 9. При росте метра 84. Не особо хорошо, но... Неплохо, на самом деле. Неплохо. Принятие решения 13. Лидерство, кстати. Он, наверное, даже... Капитан или вице-капитан. На данной команде выбор позиции 13. Неплохо. Наш правый защитник. 22 года ему. Скоростной достаточно ловкий. Отбор у него присутствует. На вес 11. Неплохо. Принятие решений. В принципе, это все, чем он может похвастаться. Возможно, будет на запасных. Первый наш опорный полузащитник. Словенец. 22 года ему. Опека 10. Отбор 11. Пас 14. Что немаловажно. Для опорника. У него травма. На 6 дней. Три-три-три-три-недели. Хорошо пока будет в лазарете. Работоспособный. Сила есть. Скорость. Неплохо. Такой классический. Не особо сильный. Не особо слабый. Еще один правый защитник. И вот это уже, наверное, будет наш основной правый защитник. В случае чего его можно еще использовать в центр. Это так. На крайний случай. Смотрим, что у него есть. Так. Скорость здесь. Неплохо. По физике у него все крайне хорошо. Техникой у него есть явно проблемы. Но это, думаю, можно справить. Хотя ему 29 лет. Но ничего страшного. Решительный. Концентрация лидерства. Неплохо, на самом деле, игрок. Возможно, будем его и использовать. Так. Олег Корин. 22 года. Чистый центральный защитник. Рост 1,88. Высота прыжка 13. Вообще отлично. Сила 13. Отлично. Пека отбор. Неплохо. Игра головы 13. Будет основной. У нас. Итак, наш второй вратарь. 19 лет. Ну, его можно будет сразу, думаю, в аренду отдать. Это игра руками неплохо. И уровень. Уровень игры в воздухе очень сильный. Отлично. Рост 1,96. Вообще прекрасный. Отдадим его в аренду. И, может быть, через пару сезонов он будет крайне силен. Левый вингер наш. Травмирован. К сожалению, он не зарегистрирован. Скорость 12. Корень 14 неплохо. Ловкий. Дриблинг небольшой есть. Техника 11. Лидерство неплохо по психологии. Но так не особо сильный игрок. Еще один наш вратарь. Наверное, даже это будет наш вратарь на замену. Выбивание 13. Игра в штраф на 9. Неплохо. Выходы. Отбивание. Отлично. Реакция. Неплохая. Ловкость. Неплохой вратарь доступен. Так, наш первый центральный полузащитник. Отличные данные о скорости и ускорении. Природные данные тоже на уровне. Пас неплохой. Первое касание. Техника. Неплохой полузащитник. Будем его 100% использовать. Так, и первый наш центр форвард. Конечно, 32 года. Но ничего. Это опыт. Опытные игроки тоже немаловажны. Причем, посмотрите на его статистику. По физике все крайне отлично. Метр 90. Может быть, он хорошо будет играть на угловых и вообще стандартных положениях. Фенальти 12. Отлично. Для завершения 12. Неплохо. Командная игра. Неплохо. Работоспособный. Выносливый. Отличный центр форвард. Мне нравится. Еще один наш левый вингер. Уже получен. Скорость. Есть ускорение. Неплохое. Низкий, конечно, метр 68. Но главное, чтобы он был проворным. По психологии у него не особо все хорошо. Навес есть хороший. Это важно, на самом деле, для вингера. Дальние удары, конечно, слабые. Дрибленность не особо силен. Но это можно прокачать. Так. Еще один наш центральный защитник. 28 лет. Сила есть. Скоростой достаточно. По физике, опять же, все отлично. Отбор 11. Неплохо. Игра головой 14. Метр 92 роста. Отлично. Так. Наш опорный полузащитник. И может он играть центрального полузащитника. Он, наверное, будет опорником. Так как у нас тактика будет с двумя опорными полузащитниками. По физике, опять же, все прекрасно. По технике неплохо, на самом деле. И по психологии тоже все прекрасно. И причем, что он 20-летний. Ну, то есть. Это вообще шикарно. Смотрим, что у нас дальше. И у нас левый защитник. К сожалению, с травмой. Но. Ему 32 года. И по физике у него вообще все шикарно. Преодные данные. 18. Значит, он не будет так сильно терять. Физические свои данные. Агрессивный. Работоспособный. Вообще прекрасный. Левый защитник. Будем его использовать. Так. Центральный атакующий полузащитник. Который может играть еще полузащитником. Просто. Дальний удар в 8. Для атакующего полузащитника не особо хорошо. Но. Пусть будет. Почему нет? Так. Пас есть. Фенальти. 10 неплохо. Ловкий. Скоростной. Достаточно. Неплохой игрок. Может как-то и впишется в нашу команду. Так. И еще один наш вратарь. Либо это. Да. Это еще один наш вратарь. 28 лет. Неплохие. Конечно. Можно было бы и лучше. На самом деле. Но неплохо. Более-менее. Так. Еще один левый защитник у нас. Который может играть. Правого. Полузащитника. Левого полузащитника. Прошу прощения. Ну на самом деле. Статы не очень. Скорее. Единственное. Что у него хорошая скорость. Вот. Высота прыжка. Отборы опекал. Крайние. Ну не то, чтобы крайне плохие. Но. Могли быть намного лучше. Так сказать. Для его и возраста. Уже. Так что. Замена. Вот. Тому травмированному нашему левому защитнику. Еще один наш вингер. И вот это уже. Кстати. Крайне интересно. Метр 85. Прыжок. Неплохой. Сила. 16. Агрессивный. Игра без мяча 12. Матная игра. На уровне пенальти 16. Будет наш штатный пенальтист. Кстати. У него вообще очень хорошие статы. Прям очень хорошие. Мы его явно будем использовать. Основным. Еще один наш левый вингер. 20 лет. Его можно отдать в аренду. Чтобы он прокачивался. Сразу. Говорю. Так что. Неплохой достаточно игрок. Есть задатки. Я вижу сразу. Так. Правый защитник. Можете играть правым крайним защитником. Но наверное будем использовать его просто. Правым защитником. Скоростой достаточно. Выставка 9. Решительный. Навесы хорошие. Неплохой игрок. Будем его использовать. Наверное будет основным нашим. Так. И вот тут вот у нас идет уже такой хороший прям универсал. Я бы так сказал. Отлично. Наверное даже я бы его использовал. Атакующим центральным полузащитником. Либо вот вторым нападающим. Что-то по типу оттянутым форвардом. Вот что-то в этом роде. На самом деле. Хорошая статуя на самом деле. Уже в 21 год. Явно будем мы его использовать. Так. Полузащитник. Еще один. Опорный либо центральный. Наверное будем использовать опорный. Либо если у нас будет вторая расстановка с двумя центральными. Вместо двух опорных. Будем использовать ее. Так. Смотрим. Что скорость. Вот. Не особо высокая. Но и не особо маленькая. В целом по физике все неплохо. Отборы есть. Пас есть. Неплохо. Первое касание хорошее. Для опорника. Это важно. Неплохой игрок. Может быть будет сидеть на замене. Так. Еще один. Правый. Вингер. И что мы можем по нем сказать. Скорость. Есть. Ну небольшое. Ускорение хорошее. Решительное. Самообладание на уровне. Приятие решения. Импровизация. Интуиция хорошая. Дриблинг. Неплохой. Может будет смещаться в центр. Завершение атаки. Техника хорошая. Неплохой игрок. Гавно будем мы его использовать. Еще один. Правый. Вингер. Либо. Центральный нападающий. Но думаю мы его будем использовать на этой позиции. Все таки. Побыстрее чем прошлый наш игрок. Дриблинг на завершение мы его немного получше. Решительный немного. Приятие решения чуть пониже. Ну в целом. Неплохой игрок. В чем травма у него к сожалению. А. Ну отлично. Завтра возвращается. Так. Наш левый вингер. И наверное. Будет он у нас. Я так смотрю просто там. Возможно он будет у нас основным игроком. Неплохой. 22 года причем. 20. Вообще отлично. Можно стать звездой. Первого футбола потом. Так. И мы вернулись уже к самому началу. Вот так. Познакомились мы немного с составом. Посмотрели. Что они себя представляют. Так. Смотрим. Что у нас тут еще в профиле болельщика. 37. 2000 подписчиков. 1185 обладателей сезонных апонементов. Неплохо на самом деле. Флори Хантеров аж 14%. Заядлых 11 неплохо. Оставных 31. Так. И обзор. Тернирных ожиданий. Избежать вылета. Так. На этом мы чуть позже сделаем. И давайте встретимся с СМИ. Проведем нашу первую конференцию. Давайте. Так. Начнем. Что вы чувствуете встал. Я очень горд. И. Хочу узнать. Что мы можем добиться. Вы уже думали. Как будет играть команда. У меня есть уже наработки. И. Думаю. Мы сможем. Добиться. Хорошего результата. Риск того. Не вписаться. Не думаю. На самом деле. Это их основная тактика. Поэтому думаю. Все будет хорошо. Перед матчем. Не было времени. Ну. Это будет сложно. Как раз. Это будет. Первой. Моей проверкой. Наверное. С терпением. Да. Жду. Очень этого матча. Вы пришли. Клуб на смену. Второну. Которую так и не смог добиться. Естественно. Надеюсь на это. На то. Что. Клуб заслужил успех. И он обладает всем необходимым. По силам ли вам продать надежды. Да. Полностью уверен. Как вы оцените свои шансы. На хорошую стартовую серию. Я хочу привить к игрокам. Дух победителей. Что вы думаете. Долго. В прошлых перспективах. Будем ставить. Понятное дело. Самые. Высокие цели. Чтобы их добиваться. Какой стиль работы. Так. Я думаю только тяжелый труд. Является залогом успеха. Что заставило вас. Это большой клуб. Способный привлечь любого. На самом деле. Хороший клуб. Однозначно. Не буду менять состав. На самом деле. Так. Еще не успел. Познакомиться с коллективом. Но мы проведем. Разговор с клубом. Понятное дело. Постарайтесь. Так. Это кто у нас. Да. Это наш вот этот опорник. Хороший. Ой. Центральный защитник. Именно. Опорник. Вот. Не особо его хорошо играет. Эээ. Да. Думаю. Любой менеджер. Рад иметь. В составе такого игрока. Вы уже приняли решение. Так. Смотрим. Ээ. Так. Я еще не принимал решение. На самом деле. Кому отдать. Кому отдать. Повязку. Вы недавно возглавили команду. Наверное. Уже заметили. Явно не укомплектован тренерский штаб. Да. Пополним будем. Будем проводить. Активную кампанию. По набору. Тренеров. И в самом тренерского штаба. Так. Отлично. К сожалению. Почему-то. Отношения ухудшились. Не могу понять почему. Но ладно. В будущем. Улучшим. Так. Создать тактику прямо сейчас. Давайте кратчайший маршрут. Нет. Ага. Тут прямая контратака. Давайте через... Вообще я бы играл через контрпрессинг. На самом деле. Вот. Вот. Такой расстановкой. Да. Посмотрим, что нам это даст. Давайте сделаем быстрый выбор. Хорошо. Так. Но ему, к сожалению, не особо нравится. Где он играет? Ага. Пулиев. Так. Хорошо. Сейчас посмотрим. Давайте чистого опорного ему дадим. Это ему не нравится. Полузащитник разрушитель. Давайте. Поддержку. Ну, я так понимаю, больше... Да. Он больше любит в центре играть. К сожалению. Но ничего. Ничего страшного. Переучиться. И... Плюс... Это на время, пока... Мой основной опорник травмирован. Так что... Думаю, это будет не страшно. Я, впрочем... Можно даже пока что использовать вот такую вот... Тактику. Так. Посмотрим, что у нас тут еще. Почему-то не использовали моих сильных игроков. Так. Телезнев. Ага. Это... Все. Я понял, кто это. Это... Крайне хороший. И, наверное... Отменные физические данные будем использовать его. Чтобы через атаку пойти. Так. И ты у нас... Ну, прессингующий форму. Тебя можно взять... Тянутым. Вот так вот. В целом. В целом, я думаю, неплохо. Ну, да. Ему нравится больше в центре, но ничего страшного. Хорошо. Тут что у меня? Хорошо. Тут я понял. Тут травма. Ну, я думаю, что мы уже можем менять. Потому что... Он ему подходит. Ну, и здесь... В принципе, неплохо. Посмотрим, что у нас. Хорошо. Да, у нас тут еще один травмированный игрок. Но ничего страшного. Так. Посмотрим, кого тут выставили нам. 36-летнего этого вратаря. У меня 28-летний. Давайте их сравним, кстати. Давайте их сравним. Ну, еще раз. Да, с Бандурой. Давайте сравним. Так. Ну, да. Бандурат однозначно лучше себя чувствует. Поэтому правильно его поставили. Так. И давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так. Отлично. Думаю, можно даже сделать так. Будем входить в мяч штрафную с мячом. Зарабатывать стандарты. Питьевообразие защитниковые. Горать более атакованно. Быстрый увод мяча. Так. Защитная линия, понятно, где будет ниже. Презинфер вот так вот. И оставаться на ногах. Будем. Какой-то вот такой вот состав у меня получился. Достаточно неплохой, на самом деле, я считаю. Дан. В принципе, на самом деле, он даже, я бы так сказал, рабочий. Учитывая, что у нас тут еще есть пару травм. И когда игроки восстановятся, у нас будет еще лучше состав. Итак, мы будем проводить наш первый матч во главе команды Минайд. Так. Ну, инструкции по сопернику. Это да. Именим. Выбор состава. Подтвердить состав. Итак. Начнем наш матч. Команда разогревается. На самом деле, смешанное ощущение от этого матча. С одной стороны, интересно. Но, с другой стороны, будет крайне сложно. Так как тревбас мы посильнее. Я знаю, что мы не являемся фаворитами. Но мы должны выйти на поле. К сожалению, это ничего нам не дало. И никак не повлияло на наших игроков. Но ничего. Как вы оцените шансы на то, что сегодняшний вашей команде удастся показать себя. Для нас всегда важно хорошее сыграть. Почему Минает так плохо выступает в гостях? Ну, на самом деле, откуда я могу знать? Ну, то есть я только пришел в этот клуб. Как я могу это узнать? Если бы я знал, то сейчас бы не задавали этот вопрос. Льви проводит свой матч сегодня против Зария Луганс. Клуб в полной решимости постараться закрепиться в дивизионе. Ну, это неплохая команда и мне кажется, они должны удачно сыграть в сегодняшнем матче. Начало игры. Попускаем. И так, началось. пока что опасных моментов нету. И момент трефбас. Подача и очень глупая ошибка нашего вратаря на самом деле, что он вышел из ворот зачем-то. очень глупый голоса на самом деле. Хорошо. Начинаем мы наш матч с гола. Наши ворота. и у нас тут игрок где травмировался или что, надо его заменить. Так, центрального защитника нет, это как дисквалифицированный. давайте вот так сделаем. И себя поставим еще защитника правого все-таки. Что делать? И так, подходит тем временем первый тайм к концу. 1-0. Не особо богатый матч на события. Нужно лучше какрелизовать мяч. Давайте поставим атакующий стиль игры. Может, это что-то нам даст. Так, тем временем Вернедуб на Шевченко Бадана Апанасенко Пое на Апанасенко Ловить Апанасенко Отдает пас назад на Шевченко Вернедуб Кометри Медук Банада Пока разыгрывают защитники между собой Без Кноплинка Волошин Насиманчика И какой-то опять же невероятный гол на самом деле происходит Как вратарь не не засейвил это Пропустил под рукой или что И опять мы в начале тайма пропускаем гол Обидно Пас в никуда Волошин Волошин Корниенко Банаду И опять же контроль мяча Припасовка между защитниками на своими половине поля Волошин И начинает продвижение по флангу Подача напоя И Бандура Словил этот мяч Думаю стоит заменить нашего нападающего Игрю хотя что-то даст на самом деле Но уже Хотя здесь может быть офсайт третьего гола явно не будет Сейчас посмотрим И гол да не засчитан потому что там явный офсайт был все-таки Укрепляем центр поля с заменой Конечно мы вообще ничего не создали за этот матч но как-никак Команда явно сильнее нас И ничем И временем Селезнев его шанс забить со штрафного и кстати хороший удар очень хороший удар и Шевченко его тащит Байдал подает неудачная подача неудача И ошибается, теряет мяч. Волошин. Спасибо Тюка. Волошин снова. Снова Сипатюк. И удар. Мимо ворот. Чевченко. Пас вперед. И игроки Крюбаса подбирают этот мяч. Ой. На Волошина. С дырком в защите. И третий гол. Нам забивают. К сожалению. Наша команда снова пропускает. Не особо удачный старт. Для меня как тренера. В этой команде. Но. Бандой. И защитники выносят. Вообще мяч не залетает. В ворота. Никаким образом. И так первый мяч заканчивается с счетом 3-0. Даже не знаю что тут сказать. На самом деле недоволен. Качеством. Футбола. Который показал вашим командам. Недоволен. Результатом. Однако. Хочу отметить достойное выступление. Твоей команды. Есть ли игроки. Которые не выполняют. Наступного ставления. Возможно. Но сейчас бы. Не стал делать. Таких. Выводов. Отправляем. Нашего помощника. На пресс конференцию. Так. Ну у нас. Можем представить. Наших игроков. Ага. У нас сейчас еще и. Недоступен игрок. Использованный в следующем матче. Понятно. Мы теряем. Хорошего защитника. На самом деле. Жалко. Это жалко. Тем временем. Мой опорник. Сильный. Уже потихоньку восстанавливается от травмы. И в скором времени будет готов. Игре. Еще одна дисквалификация у нас. Да. Одни дисквалификации. На самом деле. Но ничего. Стараемся. И что ж. На этом наверное будем заканчивать нашу первую серию. Мы. Нашли клуб. Где мы будем работать. Клуб. Интересный. На самом деле. Будет сложно. Но. Думаю. Мы справимся. Так. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео. Подпишитесь. Поставьте лайк. И. До скорых встреч. До встреч. Редактор субтитров. Продолжение следует...